Что нужно нашим ветеранам не только в праздничные даты, но и в любое время года? Конечно, это внимание, забота и общение. Ежегодно ученики 25-й школы организуют для них концерты художественной самодеятельности. В программе праздника танцы, песни и стихи о войне. Знаю, что это почти невозможно. Знаю, что страшно. И все-таки встань! Встань, лейтенант, слышишь? Многие ветераны, несмотря на почтенный возраст, стараются быть в курсе всех городских событий. Встречаться друг с другом, общаться и делиться с подрастающим поколением воспоминаниями военных лет. Еще молодые годы были, работали везде, на полях везде. Старались приложить силы, чтобы была ближе победа. Вера и Иван Ефимовы – ветераны Трудового фронта. Вместе прожили уже 70 лет. В годы войны Вера Ксенофонтовна попала в оккупацию под Оржевом и провела там полтора года. В послевоенном Ленинграде она закончила медицинский институт. Вместе с мужем воспитала прекрасных детей и внуков. Мы общего много прошли. Мы видели много горя. Мы видели во время войны. Поэтому, знаете, у нас такая жизнь получилась. И у нас характер другой у всех нашего поколения. Потому что мы не заостряем внимание, но это губит людей материальная сторона. Я вам скажу, мы прожили всех. Мы сказали ребятам, у нас нет внучек. Мы сказали, все, жениться на самых скромных, без всяких. Все. И живут. Потому что так это, знаете, помогать надо молодежи. Сейчас ветераны готовятся к главному празднику – 75-летию Великой Победы. В преддверии этой даты всем участникам войны и труженикам тыла были вручены юбилейные медали и, конечно, цветы. Алла Сталаева, Олег Степанов, Первый, Мытищинский.